Просто подходит, а эти губки берёт вот так пачка. Я их заценила. Чё я их раньше не брала? Ла-ла, дорвалась! Ого! Вы гоните, что ли? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. И сегодня у нас будет распаковочка Fixed Price! Выкрала такое местечко у Дэньки в детской. Мне кажется, тут так миленько, прикольненько. Я подумала, почему бы здесь не сделать нам распаковочку. Итак, давайте всё по порядку. Это свинка, кстати, здесь Пепа. Не мешает? Давайте всё по порядку. Итак, взяла новую вот такую губку. Знаете, почему я её взяла? Когда я ходила по Fixed Price, какая-то женщина просто подходит, а эти губки берёт вот так пачками. Она штук 10, наверное, их взяла. Я такая говорю, чё, хорошая губка? Она говорит, ну, вы знаете, я, говорит, взяла один раз попробовать ванну, помыла, мне очень понравилось. Ну, думаю, что ей очень-очень понравилось, раз она на 10 штук сразу взяла. Что здесь такое? Для писем и предложений, не туда читаю. Здесь всё по-английски написано, 90 на 155 миллиметров. Она, наверное, какого-то материала, сейчас мы её достанем. Абразивный блок для ванны. Бережно очищает деликатные поверхности, идеально подходит для мытья ванны и керамической плитки. Давайте откроем и потрогаем. Слушайте, ну, такая жёсткая. А знаете, что она напоминает? Ну, такой запах интересный. Она напоминает... Когда губки мы покупаем, вот такие, да? Вот с другой стороны. Вот. Это точно оно, по-моему. Вот эта синяя штука, только она вот такая целиковая, да? Ну, я думаю, она хорошо оттирает. Она такая жестковатая. Короче, попробую и тоже дам свой отзыв потом. Также туда вдогоночку, да, я взяла и вот такие обычные губки. Блин, так хочу, чтобы были какие-то чёрно-белые. Были же раньше чёрно-белые губки, бежевые даже губки. Опять цветные пришлось взять, потому что не было других. В общем, я беру такие губки в Экспрессе. Я взяла ещё носочки вот такие зелёные. Взяла это до того, как сделала заказ себе в Васильке. Я не знаю, видели вы или не видели. Мешок Василька разбирала и просто взяла упаковочку. Даже не помню по цене, надо сравнить, где дешевле, в Экспрессе или в Васильке. Я взяла 6 штук разных цветов, точно такие же. Вот, кстати, одни из них розовенькие на мне сейчас. Вот они. Вот. Хорошие. В общем, понравились мне эти носки, я их заценила. Чё, их раньше не брала, чё-то так скептически я на них смотрела. Так, продолжаю докупать вот эти штучки. У меня их уже много и всё равно ещё остались голубые. Мне их нужно заменить, потому что не хочется цветовой разнобой. Нашла вот в своём фикс-прессе ещё две. Видимо, они со складов тащат, эти штуки, да? Вот. Я две взяла, значит, две заменю. У меня там 6, по-моему, штук голубых. Надо их полностью вытеснить розовыми. Вот, смотрите, ещё две синие заменила. Убрала их. Я не думать, я их выкидывать не буду. У меня всегда, друзья, когда приходят, спрашивают, вау, где-то такие штучки брала. Они на самом деле плотные, качественного материала. Мне прям нравятся. И цена, ну, просто смешно. Дешевле просто нигде ещё не встречала. Вот. И, ну, мне нравится. Осталось заменить раз, два, три, четыре. Всё. Всё, и будут у меня все-все розовенькие по фуншую. Так, для выпекания, опять же, продолжаю я брать, потому что рецептов приходит очень много. Я уже там новое что-то испытала. Думаю, сначала я сама сделаю, потом уже на камеру приготовлю. Уже с каким-то опытом, да? Конечно, прикольно готовить, когда ты первый раз, да? Какие-то косяки, там, ещё что-то. Ну, такие тоже будут видео, но иногда надо как бы с толком, с чувством, с расстановкой. О, мой гад, Боже, что же там случилось? Кошка свалилась с вешалки. Полезла не туда, куда надо. Короче, я решила взять вот такие три ещё формочки. Там много, кстати, формочек в фикс-прайсе вот таких. Ну, глубокую. Не знаю ещё для чего, но подумала, пусть будет, пока есть. В любом случае, пригодится. Так, вот, что интересненькое я взяла. Мне это понравилось. 55 рублей стоит. Это для микроволновки. Такая штука, что можно греть две тарелки. Вот, да, иногда бывает, что мы там с мамой, например, или с Дэнни, я там разложу по тарелочкам. Вот одну сначала, потом вторую греем, а так сразу две засуну и греешь. Вот это как? Давайте откроем. Посмотрим. Это у нас чистый пластик. Вот так вот симпатично она здесь сделана. Здесь специально, чтобы не скатывалось, не скользило. Немножко рельефное. Достаточно плотненький пластик. Так, слушайте, очень устойчиво, не халям-балям. И хранить удобно будет. Если не нужно, раз, и куда-то в бочок, да? Раз, поставил. Класс. Надо что-нибудь нагреть и вам вставить сюда видео. Вот эта штучка мне нравится. Всего 55 рублей. Кайп. Вот, смотрите, как это выглядит. Единственный минусочек, да? Что сюда большая тарелка вниз не залезет. Видите, например, моя большая, да? Поэтому большую вот грею здесь, маленькую здесь. Ну, либо в маленьких греть. Ну, хорошо глубокая залезет сюда моя. В принципе, достаточно места. Мне нравится. Так, набрала я тысячу девочки тряпок разных. Представляете? Ла-ла, дорвалась. Почему дорвалась, я сразу взяла много. Во-первых, у меня есть специальный ящик для всяких, всех вот этих штук. Огромный ящик. И он наполовину даже не полон. И я подумала, да пусть будет их больше, чем как за последнее время. У нас одна тряпка, представляете? Время. Одна тряпка, которой мы просто говорим, мам, где все тряпки? Их было очень много. Они куда-то все подевались, поисчезали. Не знаю, может, Милка их куда-то позаныкала. И это самые кайфучие тряпки. Мы их оценили вообще. Еще вот новиночки появились. По цветам мне понравились. Сейчас все откроем, посмотрим. Короче, этот набор тряпок из микрофибры, они вообще зачет. Они классные, они маленькие. И, ну, когда оно уже там выдохлось, да, мы выкидываем и берем новую. И посуду мыть даже можно, да. Но больше всего нравится вытирать именно. Ими классно вытирать пыль. И на кухне ими орудовать тоже классно. Что-то там раз разлил, протер. Они мягенькие, классные. Все на себя собирает. Прям мне очень нравится. Ну, жалко яркие цвета. Я бы хотела, конечно, другие цвета. Но, с другой стороны, такие яркие тряпки всегда можно найти быстро. Хотите, я вам одну открою? В любом случае. Так и стоит 55 рублей. Вообще классно. Вот они. Такие мягушечки, мякушечки вообще. Классные. Микрофибра прям мягкие. Кальф. Все. Пыль вытру. Так, и вот такие вот еще тряпки для уборки. Эти 99 рублей стоят. И здесь 12 штук. А здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 5 штук. А здесь 12. Два с половиной раза больше. Размер 20 на 20. Состав 80% полиэстер. 20% полиамид. А здесь состав тоже самое. Эти выгоднее получаются. Да? Или нет? Да. Они вообще дешевле. На 10 рублей. Ну, дешевле. Давайте откроем. Заценим. Это новинки, кстати, по-моему. Я их не видела. Так, разницы. Смотрите. Ну, они разные. Вот это вот такая квадратненькая. Такая более плотненькая, мне кажется. Это такая более мягкая. И она другой формы. Видите? Она длиннее чуть-чуть. А здесь меньше. Видите, как по-хитрому? А здесь больше тряпка. Так что еще неизвестно. Так, в ширину они одинаковые. Вот, смотрите, насколько больше тряпочка. Ну, и вот по ощущениям, вот это мягче, чем это. Ну, короче, пусть будут разные. Эти 10 рублей разницы не суть. Короче, кайф вообще. Мне нравятся. Все тряпки мне нравятся за черт. Так, дальше. Из новинок смотрите что. 149 рублей. Это черные полотенца. Салфетки универсальные в рулоне. Ну, вот как белые, только черные. 25 на 30. Мне показалось это очень интересно. Показать, потрогать. Пыль хорошо вытирает на черном. Хорошо видно пыль. Можно сразу увидеть, вытерли мы. Хорошо или нет. В упаковке 50 штук. Давайте откроем. Ой, такой прям, знаете, черный. Сатиновый такой. Вау. Ну, эффектно, согласитесь? Ну, дай тряпочку. Слушай, а я такими тряпочками еще бывают вместо это пользуюсь, знаете, вместо носового платка, Деньки. Ну-ка давай нос, Денька. Сейчас убежит. Слушай, ну прикольный. Нет, нравится, да? Ой, ему нравится, он будет сморкаться всегда. На. Сморкайся сам пока. Короче, мне нравится эта новиночка, прикольная. Дальше. А, это я покажу и вставлю. Тоже новинка. У меня. Это вешалка для машины. Часто бывает, я на фотосессию собираюсь, и мне прям нужно вешалку, прям что-то на нее повесить. А бывает просто с пиджачком, да? Там жарко, холодно, в машине бывает жарко. Снимаешь пиджачок, куда-то его бросаешь, джинсовку, пиджак, и потом оно все как из одного места. И у меня в машине сейчас, у мамы точнее, да, нету вешалки. И она какая-то универсальная написана. Я думаю, дай возьму. Вешалка автомобильная, универсальное крепление на подголовник, сидение, противоскользящее покрытие, да, вот это я забыла сказать. В общем, я это вставлю, девочки, в машине, да, и вам сюда видео вставлю тогда уже. Стоит она 199 рублей. Вот такая штука. Ну, вроде качественная, такая, как будто кожей, кожей сделанная, как будто, черная. Посмотрим. В общем, вот так это выглядит. Я тут немножечко не пристегнула еще. Короче, вот так выглядит, достаточно плотная. Что-то сюда можно повесить. Ну, Денька у меня сидит вот там, поэтому ноги его здесь, и я вот сюда поэтому повесила. Что, прикольненькая. Пользуйтесь моими лайфхаками, Денька. Так, выровнять ее тут надо. Так, еще из новиночек вот такая вот вешалка, крючок на дверь, 77 рублей. Но я решила сделать не на дверь, я просто была у Алены недавно в гостях, у нее такая штука висела на раковине, да, ну, похожая очень, да, из икеи, там, может быть. И сюда вешалось внизу, именно полотенце для рук, для деток. Очень удобно, потому что я Деньке всегда подаю полотенце, он не достанет там нигде. А мне хочется куда-то поближе, и я не знаю как, сверлить вот в своей мебели в ванной не хочется ничего. Ну, посмотрю, у меня просто раковина нестандартная, я не знаю, куда я смогу это применить. Ну, беленькая у меня, все беленькая, я, короче, попробую. В общем, для этого взяла, 77 рублей стоят птички такие, детская тема. Представляете, пошла примерять сейчас, ну, я поняла, что нет места ни одного, куда я могла бы притулить эту штуку, думаю, подарю. И сейчас смотрю, а у меня здесь краска прям облупляется, посмотрите. Ну, то есть, имейте в виду, что этот товар, ну, некачественный, вот. Не, ну, можно облупить краску, и серебряная будет, и вот ее как-то искусить. Пользовать, но, ну, тоже неприятный момент, да, 77 рублей потратил, и вот такая красота тебя ждет. Так, еще из новиночек, девочки, опачки, моя первая книга «Лабиринт». Это тебе, да, бежит, 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 подожди. Зая, смотри, девочки, короче, были недавно мы на развивашках, и она говорила, она 149 рублей стоит, и она говорила нам, наш преподаватель по развивашкам говорит, что вот лабиринты, скачайте с интернета. Я говорю, так можно же книжку взять? Она говорит, сейчас какие-то лабиринты там сложные, вам нужны простые, как бы, да, чтобы он понимал, такие вот лабиринты там не надо. Я ему, конечно, накачала приложений, и приложение – это одно. Он у меня там приложение уже очень сложный уровень проходит по лабиринтам, это развивает этим логику. Но когда я увидела, я искала прямо в фикс прайсе, есть ли там лабиринты, что-то не нашла, и вот сегодня я захожу. Красота. Лабиринты, девочки, причем очень простые, реально. Она говорит, прям берите ручку или фломастер, да, или карандашик простой, и прям чертите, смотрите, какой лабиринт. Ну, это вот прям для детей, достаточно простой. Машинки. Так как здесь очень много лабиринтов этих, смотри, с елочками. Обалденные, обалденные. Ну, вся книга – вот лабиринт, очень круто. Качественные листы, супер. Вот, а тут в конце, а в конце ответы. Ну, и могли бы ответы как бы и не печатать. Ну, ладно. Оказывается, здесь еще много. А, да, и все, это вся серия здесь. Моя первая книга лабиринтов, это у нас. Потом математические игры, но я что-то не стала брать. Раскраска, рисовалка была там. Первая книга «Находилок», да. Тоже была моя первая книга «Игр». Ну, это я не обратила внимания. Короче, обалденная книга. 149 рублей. Еще одну игрушку «Деньки» я тоже взяла. Сразу глядит. В общем, как помните, я в прошлый раз не хотела ее брать, кто смотрит там мой второй канал, да, и не хотела брать, потому что я переживаю, что эти шарики, если он начнет сейчас стрелять, попадет в стекло, там, в телевизор, еще куда-то. Но девочки, и не одна, кстати, девочка, писали мне, что шарики здесь мягкие, все это безобидно, покупай ребенку, не бойся. Я почему-то думаю, что Деньке понравится эта игра. Там есть еще разные, здесь вот у нас утка, есть там олень какой-то, зебра, по-моему. Ну, мне вот почему-то вот этот сочетание цветов понравилось больше всего, и я взяла. Соревнуйся с друзьями. Ага. Ну, это надо еще одну купить, чтобы соревноваться. А так это просто мы покидаем пока что. Ну, засовываешь шарик туда, нажимаешь, и шарик вылетает. Сейчас мы проверим, насколько это безопасно. Ну что, открываем? Так. Игрушку твою новую. Так, шарики достаточно легкие, это хорошо, они прям легенькие. Один шарик здесь уже засунуть. Ну, День, давай я попробую, давай туда. Ого! Вы гоните, что ли? А, ну, дай-ка, мам. Такой звук был. Это же может нормально ударить. Обалдеть. Давайте я в себя попробую. Что ж ты делаешь, да, мама? Ну, шо ж ты делаешь, мам? Ну, в принципе, не больно. Не больно. Зай, хочешь тебя стрелять? Нет! А ты в маму. На, ты в маму стрельни. Нет! На утку. Утку на. Нет. Ну, просто на утку, играй. Нет. Твоя жутка. Моему ребенку вообще не нравятся такие опасные игры. Но на самом деле, правда, да, стреляет не больно, и как бы я могу и в Деньку стрельнуть, ему будет не больно. И он в меня. А если в лицо? Слушай, в лицо, может быть, не приятно. Ты будешь стрелять? Нет. Ну, не больно. Ну, звук такой страшный, и вылетает с такой скоростью. Да оно в лицо не попадает. Не, может быть, больно. Больно как-то, да? Не будем в такое играть? Мы будем играть только если в стену кидать, да? Да. Нет. Не хочет играть. Ладно. Короче, такая вот фигнюшка. Вы поняли, да? И последнее, что я хочу показать из этой покупочки. Опять же, я беру свои любимые контейнеры. Просто невозможно. Крутые. 149 рублей. Больше всего мне, конечно же, пригождаются... Ну, уже все большие заполненные, да? И как-то больших у меня как-то есть даже свободные. А вот маленькие, они вообще number one. Сюда и все. У меня и кофе, и сахарозаменитель можно. Ну, все на свете, короче. Все, что я сыпучая, я сразу раскидываю. И опять думаю, вот взяла одну и думаю, надо было брать две. Оно хранится очень удобно. Одна в одной. То есть у меня высокие полки, и прям я могу вот так хранить, да? Идеально становится, красиво смотрится. Легенькие, с мерными делениями здесь у нас. Вот 800 литр, наверное, да? Здесь вот половина, 200. Ну, короче. Классно. С мятными не было. Я так смотрю, что у меня на кухне еще вот такие мятные цвета преобладают, да? Ну, не преобладают, а есть. И вот с мятным хорошо. Но были только розовые и черные. Было розовые. Как бы тоже были в тем. Вот такие покупочки мои девочки, мои хорошие. Я слежу за новиночками. Обязательно, обязательно будет что-то новое еще. Я вам сниму и покажу. Ну, а пока пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди много интереса. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok